Рекрутинговые агентства, набирающие добровольцев с нашей стороны, набирают этих добровольцев, эти же рекрутинговые агентства и с той стороны. Мозгового послушайте, что он говорит, к примеру, Гиви, то есть Батарола, всех которых побивали. Ребята, мы тут друг друга месим, а хороводят этим всем процессом, сами знаете, кто с какими-то этими волосами на ушках. Есть война на уровне оружия, война на уровне всяких средств, отравляющих наркотик, еда, война на уровне экономики. И дальше война на уровне идеологии. Почему мы так решили, что эти люди, которые на нас кидают бомбы, люди, которые 30 лет накачивали через средства массовой информации, людей, чтобы они с нами воевали, что эти же люди нас кормят нормальной котлеткой и наших детей поят нормальными напитками. У меня три колхозика создали хорошую мельницу, 150 тонн в день. Остается большое количество трубей. Я лично и мои все знакомые не можем найти оборудование для производства биоразлагаемой посуды за трубей. Почему земли сельхозназначения у нас разрешено покупать иностранцев? В конечном итоге они их покупают через всякие схемы. То есть нет блокиров. Мы говорим, что Украина полностью скупили, американцы, землю. А у нас не так. Здравствуйте, наши уважаемые зрители и гости канала «Перехват управления». На связи у нас Сергей Иванович Грошев. Здравствуйте, Сергей Иванович. Доброе утро, Виктория. Доброе утро, наши слушатели. Да, давайте мы сегодня затронем шесть приоритетов ПАКО. То есть сейчас СВО ведется у нас на шестом приоритете. То есть война на физическом плане. Вот что вы можете сказать про другие планы? Есть ли там война или там все мирно и спокойно? Война. Война вообще-то само по себе как категория, эта штука такая интересная. Наверное, к этому тоже надо будет подойти нам со временем, что без войны человечество развивается медленно. А если цель – основное развитие, то получается войны как-то объективно, ну, скажи, поскольку существует, то есть создатель их предусмотрел, да, то есть, ну, в алгоритмике наших действий, да. А вот как из этой ситуации выходить и как мы туда попадаем, да, вот это вот разобраться бы надо, да, допустим. Но сейчас у нас же не война, да, у нас специальная военная операция идет, да. И, ну, разные мнения, да, как бы есть. И я тоже свое мнение выражу, вот, скажем так, чтобы наши слушатели понимали, я там не претендую на какую-то истинность в последней станции. Я не какой-то не эксперт в каких-то там областях. Я человек, который занимается своей жизнью, пытается, ну, скажем, разобраться, как устроен мир, как в этом мире выживать, как в этом мире развиваться. Ну, и вот уже много лет назад возникло понимание, что необходимо задуматься о том, как сделать этот мир счастливым, как быть счастливым самому. И я давно уже понял, что быть счастливым только самому при несчастных других людях, скорее всего, просто не получается, да. То есть, поэтому надо думать об общем счастье. Ну, а война, конечно, это явно из разряда несчастья, да. То есть, гибнут у моего товарища, буквально несколько дней назад погиб его родственник. Вот, и каждого из нас это касается, да, к примеру. Вот, поэтому это ничего хорошего, конечно, в этом плане не представляет ни война, ни специальная военная операция. Но вопрос, да, разобраться надо всегда в причинах, да, скажем, почему это явление возникло, да, ну, диалектика, да, почему это явление возникло, как оно развивалось, чем оно стало теперь и куда оно будет двигаться, да. Ведь если положить руку на сердце, да, к примеру, вот такая ситуация, что мы, будучи, ну, скажем, 50 лет назад, 100 лет назад, вот единым народом, да, когда сейчас воюем, это ненормальная ситуация, да. Вот в Ставропольском крае существуют районы, которые, жители, которые говорят на украинском языке, то есть они, ну, на суржике, да, как бы, то есть у нас, собственно, это качественная ситуация. Это можно представить, что рано или поздно возникает ситуация, что поносенковский район Ставропольского края, где есть село Рагули, допустим, да, как бы, где люди говорят на украинском языке, и Паковский район, половина людей, говорит, на украинском. Ну, это переселенцы какие-то, да, я не знаю даже, как это получается, но люди там, ну, как бы, мутайцы. Вот. Какие причины у меня с этими людьми? Вот у меня, да, я не беру сейчас страну, там, государство, да, там, как бы, я с этими людьми дружу общественностью. Ведь дальше, если разбираться, у меня, ну, скажем, на Украине или в Украине, даже не знаю, как там говорить, да, к примеру, ну, масса людей, знакомых моих, да, причем, вот, вот, в одни мои знакомые сейчас в Германию переехали, да, там, потому что, ну, как бы, там, не говоря, другие сюда приехали, в Россию, то есть у меня несколько семей, которые, ну, я-то в какой-то степени даже помогал сюда перебраться, да, там, из Луганской республики, там, из Харькова. Вот. То есть у меня к этим людям тоже никаких претензий нет, да, к примеру. Сергей, я правильно понимаю, что, в принципе, это вот эта вот ненависть, которая постоянно ненависть и месть, и как вот из этой ненависти и мести опять сделать любовь и добро? Ну, Виктор, надо разобраться, знаете, вот в сложных очень вещах, да, вот, допустим, когда мы говорим Украина, а они говорят Россия, да, как бы у нас уже на это слово средство массовой информации, да, скажем, ну, некая культура налепила какие-то обобщающие, то есть, скажем так, что свойства одного человека, ну, допустим, плохого человека, да, мы сейчас наваливаем на весь народ, а особенно, когда используются такие, знаете, манипуляции с сознанием, типа укропы, ватники, да, как бы, то есть уже получается условно, мы не с конкретными людьми, вот, у меня есть Володя, да, там, допустим, который житель Харькова, он прекрасный человек, я, как бы, да, там, скажем, знаю его, ко мне приезжал, мы тут вместе трудились, да, там, ну, ну, то есть никак это не, ну, он понимает, опять же, причины, почему эта война была развязана, да, как бы, и кто стоит, скажем, за этой войной, кто средства массовой информации, кто ими владеет, и кто определенный контент заряжал уже на протяжении огромного количества, кто в школьные программы внедрял определенные, скажем там, ну, стереотипы поведения мировоззренческие, у них, допустим, да, как бы, и у нас надо задуматься, да, как бы, а так ли у нас все хорошо, тоже, допустим, со средствами массовой информации, то есть у меня первый вопрос, кому это все принадлежит, да, то есть, вот, получается, выступает некий, там, уж какой-нибудь, ну, глашатая, на какой-нибудь канале, призывает нас всех идти в бой, не будем фамильные звуки, так все знают, да, к примеру, его дети, там, где-то за границей живут, да, как бы, в армию их не призвали, да, как бы, а моим детям, он, как бы, дает очень четкие установки о патриотизме, ну, и так далее, да, как бы, и с украинской стороны, да, как бы, там, точно ж такие, там, бритые, лысые, там, какие-то красивые, там, дядечки с какими-то, там, этими поставленными ртами, точно так же рассказывают, что на нас напали, там, вредную неньку защищать надо, да, к примеру, и их дети точно так же, там, где-то там за границей, да, скажем, и, в общем, вопрос весь какой, да, к примеру, за всякими такими военными операциями всегда стоит, ну, скажем, хозяйственная операция, да, то есть, я вот к чему хочу подвести, что, да, допустим, сначала нашу страну единую целую оккупировали, да, к примеру, захватили экономику нашей страны, да, или хозяйство нашей страны, лишили нас возможности существовать независимо, да, то есть, наши заводы и фабрики уничтожили, да, нашими же руками, причем, да, к примеру, честь, ну, то есть, мы тоже в этом принимали участие самое непосредственное, нам подкинули идею приватизации, мы за нее схватились, и, собственно, это было прекрасно, как бы, да, то есть, быть хозяином своего предприятия, это замечательно, да, потому что, ну, допустим, последний Советский Союз с компартией, с этими чиновниками, тоже ничего прекрасного там не было, да, то есть, ну, да, СССР, как вот идея, допустим, да, что есть общая собственность, справедливое там управление выборное, но, опять же, дайте насчет выборного, о чем мы там выбирали, у нас, один был всегда кандидат, политбюро сидели там какие-то там старцы, да, к примеру, то есть, я не идеализирую СССР, да, и не обливаю его там нечистотами, да, как бы, то есть, СССР, это объективно был этап развития общества, да, скажем, на каком-то этапе, ну, скажем, развитие приостановилось, да, допустим, то есть, одно дело, вот, в сталинский период, если взять, да, к примеру, сколько было все построено, и выигранная война, то есть, однозначно, это смотреть на экономику, что экономика в те годы росла, и почему росла, тоже понятно, да, как бы, в то время, действительно, хозяин был, вот, ну, я вот слышал там один, да, не помню, там, Шеропонт его как-то звали, то есть, вообще, один пасечник, да, там, самолет сам купил для фронта, да, как бы, а откуда у него деньги на самолет, да, человек мог забыть на самолет, он даже сейчас, представляешь, сколько может стоить самолет, да, то есть, не так все было, как бы, ну, однозначно, как нам рассказывают, да, что, к примеру, там была там Компартия, ГУЛАГ, там, да, к примеру, то есть, а что было там с кооперацией, ну, то у меня мама, у меня книжка здесь лежит, моя мама работала в артеле, да, к примеру, вот, и деньги они получали, как бы, ну, от того, что заработают, да, скажем, 40% там, по-моему, товаров СССР производилось артелями, колхозы те же самые, если взять, да, к примеру, да, понятно, были проблемы там с паспортами, да, и так далее, но это же тоже война, это же тоже, вообще, все неоднозначно, да, но что мы должны сейчас понимать, что любая война, да, к примеру, у нее есть, ну, заказчики раз, да, как бы, у нее есть ее хозяйственная составляющая, потому что, если наши сейчас бойцы, искренне любящие свою родину, наши патриоты идут защищать, а им не подвезут патроны, да, к примеру, эту войну выиграть невозможно будет, ну, и там гречневую кашу, а вот теперь вопрос, да, скажем, а кто эти патроны делает, и кто хозяин патронов, да, к примеру, ну, и, может быть, по патронам у нас еще и все нормально, да, допустим, а чипы, а электроника, а транспорт, да, допустим, то есть суверенны мы в этом плане, ну, и получается, что возникает вопрос, да, к примеру, что если против нас ведется война, то она ведется разными способами, да, то есть она не только оружием ведется, да, то есть она ведется, допустим, ну, телевизором, интернетом, вот у нас каждый год, я знаю, да, погибает порядка, там, ну, что-то 10-15 тысяч молодых людей в возрасте, там, 13-15 лет, от самоубийств, это всякие организации, синяки, там, и так далее, да, к примеру, это разве не война, да, как бы цель войны любой какая, уничтожение населения противника, захват его территории, подчинение его населения, да, там, своим законам, да, к примеру, вот, уничтожение, таким образом происходит, еда, да, допустим, то есть наши, сколько этих суррогатов в свое время к нам завезли этот спирт-рояль каминный немецкий, да, там, и всякий раз, да, сколько народа поумирало от вот этих, там, всяких суррогатов, от метилового спирта, это же тоже, да, получается, то есть весь вопрос теперь, да, скажем, у нашего народа, у нас, да, как бы, должно возникнуть понимание, какие критерии победы, да, допустим, вот критерии победы какие, да, там, скажем, у нас же должна тогда возникнуть своя суверенная экономика, как минимум, своя суверенная идеология, свое суверенное мировоззрение, вот мы говорим СВО, присоединяйся к своим, а кто такие свои? Только те, кто пошел и, допустим, ну, с оружием в руках защищает родину или какие-то свои, которые, ну, наш мир представляет, вот, скажем, исходя из ценностей нашего мира, смыслов нашего мира, целей нашего мира, да, к примеру, вот, вот, вспомните, да, как сказал министр наш обороны, да, Белоусов, ошибаться можно, врать нельзя, да, вот это провозглашена одна из, ну, сущностных ценностей нашего мира, да, это вот основа нашего мира, правда, да, то есть, ну, как бы, врать нельзя, это говорить правду надо, да, к примеру, есть ли правда в нашей жизни, да, к примеру, Можем ли мы сейчас, смотря друг в друга в глаза, ответить честно на эти вопросы? К примеру, кто хозяин российских заводов и фабрик? Если этот вопрос поднять не может какой-то чиновник, и я понимаю, в силу каких причин это не может поднять, потому что над ним стоит другой чиновник, который запретил, а над самыми высокими чиновниками вполне возможно сидят ребята, давайте просто допустим эту ситуацию. Я к чему говорю? Я не говорю, что это так. Ну давайте допустим, а что вдруг это так? Вдруг произошло страшное, к примеру, захватили наши органы власти, допустим, конкретных людей каких-то, может быть, какие-то шпионы спящие, агенты ЦРУ, к примеру, и человек не может этот вопрос поднять под угрозой личной, что лично с ним может произойти что-то. Можем ли мы такие вопросы поднять? Мы простые люди, допустим, и можем ли мы получить на них ответы? Да, можем. Мы можем посмотреть, кто хозяин Сбербанка, и куда Сбербанк платит дивиденды со своих триллионов рублей, и заработанных на судно в проценте. Почему? Ну, Центробанк, да, как бы ставку повышает. Мы можем задуматься о том, что со ставкой, вот уже там 18% полевых, работать в промышленности практически невозможно, к примеру. И если представить, что это делается не в силу ошибок, как вот многие думают, да, что есть там чиновники, которые что-то не понимают, и они ошибаются, к примеру. И вот вся наша задача им подсказать, ну, как бы, ребят, вы неправильно делаете, ставку надо снижать, потому что мы такие дорогие кредиты берем, а у нас производственный цикл полтора года, или год даже, к примеру. И мы эти деньги не можем отбить, потому что у нас нет такой рентабельности. И тут же вы завозите китайские товары, допустим, китайские трактора какие-то, китайские, не знаю, кастрюльки, да, как бы, а у них кредитование совершенно обратное. Счет взял-то миллион юаней и выполнил условия, да, как бы, на что он их брал, на кастрюльки, то он 900 тысяч юаней вернет. Да у них обратная ставка, да, как бы, а у нас плюс 20, да, допустим. Ну, это банк плюс 18, а коммерческие банки-то, получается, плюс 25, да, к примеру, и так далее. Можно ли в таких условиях нашим, ну, российским гражданам, да, как бы, вести хозяйство? Ну, да, к примеру, такой вопрос, да, скажем. И что делать нашим российским гражданам? И вот, допустим, обвинять кого-то, да, что, там, допустим, у нас плохой, там, ну, не знаю, там, управляющий, да, его надо поменять, да, допустим. А если представить, что, ну, невозможно решить это, значит, таким образом, да, как бы, это тогда надо брать на себя ответственность, правильно? То есть не, вот, я вижу две таких крупных таких, ну, не знаю, струи, да, в нашей, вот, как бы, идеологии, да. Одна такая же, типа, что там наверху все хорошо, наконец-таки мы обрели там суверенитет, и все там зарулят, разрулят, но, опять же, без нас, да, к примеру. А вторая тема, что наверху у нас плохое управление, оно все неправильно делает, и его опять надо применить, но опять без нас, да, то есть опять мы на соответственность не берем, то есть надо, как бы, поменять там, или оставить все, как есть, и все, там, они порешают, да, как бы, все, там, освободимся мы от колониальной зависимости Запада. Или, как бы, наоборот, что там все неправильно делается над другие люди, чтобы они делали правильно. А вот теперь вопрос-то такой, да, допустим, сверху, если представить, что вдруг в силу вот этих причин, да, как бы, что там действительно все очень плохо, что те люди, которые несколько тысяч лет уже планеты управляют через подставных, фараонов, президентов, к примеру, которые печатают деньги, ну, как бы это же, ну, ежу понятно, что есть мафия на планете Земля, которая владеет всем, тут нефтью, арабской нефтью, нашей, владеют телевизором всем, интернетом. Вот мы с вами сейчас разговариваем, Ютуб замедлился. Они сейчас кнопку нажмут и замедлится все. Они нажмут кнопку электростанции, которые принадлежат, российские электростанции, которые принадлежат, допустим, не нам, каким-то там другим структурам, да, офшорным, там, киевским или еще каким-то, да, к примеру, да они могут выключиться. Ну, это ж так, это ж хозяин, да, как бы, если он хозяин, да, к примеру. А через пять лет, десять лет по их намерениям, по их замыслам государство отобрет, его не станет, останутся корпорации транснациональные, да, и как бы мы с вами будем пристраиваться или в Сбир, там, не знаю, или в колонну маску, устраиваться на наемную работу, если нас возьмут. А если не возьмут, то обращаться не к кому будет, потому что структура меняется. То есть от государства эти люди хотят отказаться. Вот вдруг это так. Я, может быть, ошибаюсь, да, допустим. А вдруг я не ошибаюсь. Вдруг это так вот и происходит, да, как бы. Что тогда делать? То есть, ну, что делать нашим чиновникам в перспективе, да, если вот такая вот тенденция развивается. Ну, то есть надо вот все вместе задумываться. Я к чему веду, что, допустим, если у нашей страны не будет хозяйственного, экономического суверенитета, то есть если граждане этой страны, да, причем вот только этой страны, да, к примеру, без двойных, тройных гражданств, да, как бы и так далее, да, если мы сами не сможем себя обеспечивать едой, семенами, техникой, электроэнергией, чтобы это было в собственности людей, граждан Российской Федерации, да, к примеру, то, ну, никакую войну мы выиграть не можем, да, к примеру. Потому что, там, если представить, что вот мы дружили раньше с Америкой, ну, так, да, официально, то есть политиками нашей страны, мы с Америкой дружим, с Европой дружим, нам оттуда все завозят, а потом мы с ними поругались, да, к примеру, теперь они нам ничего не завозят, теперь мы с Китаем дружим, нам не завозят, да, вы понимаете, вот Джорджа Орла, да, там было три страны, которые две воюют против третьей, потом хлоп, это теперь другой враг, другой у нас этот партнер, вот, как бы с Китаем не получится ли так, да, к примеру, что вдруг-то произойдет, мы с Китаем проголосим. И вот еще такой момент, да, а суверенен ли Китай? Вот, ну, как бы, да, вот, допустим, что-то, китайская экономика, такой рост, ну, вот та информация, которую я читал, да, к примеру, что Китай, там, до 70-х годов был совершенно отсталой аграрной страной, да, потом туда начали вдруг ни с того, ни с сего приезжать специалисты европейско-американские, переводить туда производство, учить китайцев, да, как бы, там, технологии завозить, заводы перевозить, да, кроссовки, да, сшили в Германии, просто решили в Китае, а вот это так вот просто случайность, да, как бы, из-за дешевой рабочей силы, да, из-за экономики, а вдруг нет, вдруг те люди, которые печатают доллары, они сами их печатают, да, к примеру, и когда мы думаем, что все ради денег, да, как бы, мне кажется, что мы ошибаемся, то есть те люди, которые печатают денег, они их печатают не ради денег, и нам дают, и наши деньги берут не ради денег, а ради власти, да, а может быть, они это сделали ради того, чтобы переформатировать мировой вообще весь расклад сил, да, то есть оставить Америку без производства, без промышленности, да, он говорит же, make America great again, да, что значит great again, да, куда делась американская промышленность, да, как бы в Китай переехала, да, к примеру, и целые эти пароходы вереницами плывут, везут там из Китая шмотки, я был в Америке, видел, как бы, там, что там со шмотки, да, у людей принято каждый день новые вещи одевать, но это все приплывает из Китая в контейнерах, да, и запчасти, и там все, и электроника та же самая, так, к примеру, обратно туда мусор, он же плавал в этих же контейнерах, вот, и, может быть, эти люди, да, к примеру, это сделали специально, да, к примеру, и вот сейчас-то наша дружба с Китаем, как бы, она-то на самом деле зависит от этих людей, которые и Китаем владеют вдруг, да, к примеру. В Китае примерно 50 на 50 процентов, то есть 50 это вот компартия, типа, и 50 процентов это вот этот мусорный финансовый капитал, то есть Ротшильды, Рокфеллеры и прочая ерунда. А что, компартия-то прям обязательно, допустим, хорошие люди, да, допустим, да, может быть, чтобы они это все продажные, да, вот сколько там этих китайских чиновников расстреливают за воровство, да, и сколько китайских бизнесменов живет за рубежом в Канаде в той же самой, да, как бы, а не единая ли эта система, то есть я вот чего боюсь, скажем, да, я лично в чем убежден, что вся планета Земля подчинена группе лиц, да, скажем, не зная какой национальности, потому что я их не видел, да, к примеру, вот, эта группа лиц печатает деньги, эта группа лиц напечатанные деньги тратит на покупку средств массовой информации, лидеров общественного мнения, на развязывание конфликтов. Вы вспомните 2014 год, да, к примеру, то есть вот мое просветление началось с 2014 года, когда началась вот эта первая часть, да, там, как бы, нашего конфликта с Украиной. Я прочитал информацию, что рекрутинговые агентства, набирающие, ну, добровольцев с нашей стороны набирают этих добровольцев, эти же рекрутинговые агентства и с той стороны, да, как бы, я начал разбираться, да, там, изучать, слушать, мозгового послушайте, что он говорит, да, к примеру, Гиви, ну, то есть Моторола, всех, которых побивали, да, как бы, что, ребята, мы тут друг друга месим, да, как бы, охороводят этим всем процессом, сами знаете, кто с какими там этими волосами на ушках, да, как бы, вот, и, ну, так и есть, на мой взгляд, да, к примеру, то есть я вот говорю, как экономист, вот я таблички могу показать, да, допустим, если взять все мировые транснациональные корпорации, да, там все огромные, там, вот эти, какие бы там ни были, да, там, Майкрософты, не знаю, там, Монсанты, там, Google, шмуглы, то есть банки, которые печатают добрую, это все принадлежит конкретным фондам, и эти фонды принадлежат конкретным лицам, то есть никаких там нет акционеров, которые там что-то там голосуют, это все для дурачков, да, как бы, что у нас есть акции, там, не знаю, какой-нибудь венгарта, да, и мы можем там что-то там, венгардом управляем, не мы с вами, да, там, и управляют вот эти ребята, которых мы даже не видим, не слышим, там, может быть, это бизнесы, может быть, это барухи, может быть, это геймеры, виндзоры, а может быть, еще и над ними кто-то, правильно, потому что, ну, то, что над этими фондами, и мы с вами стоим, да, как бы, и владеем мы, допустим, химическим производством всей планеты Земля, нефтяными, там, да, там, медицинскими всякими вот этими делами, средствами массовой информации, YouTube кому принадлежит? Кому принадлежит там Телеграм, на самом деле, да, если так задуматься, вот мы там слышали, помните, Google, ой, Сергей Брин, Сергей Брин, да, ну, я посмотрел, там, Google, у Сергея Брина было, ну, там, какой-то год, я не знаю, что сейчас, там, да, как бы, у него было 20% неголосующих акций, да, к примеру, или 5 даже, там, вот, у Олег Перов, там, буквально 5% акций было, да, к примеру, а остальное принадлежит, вот, там, всяким венгартам, ФМР, Фиделити, то есть, вот этим фондам, которые принадлежат дальше, скажем, неким, там, не знаю, там, Виндзорам, Орпенгеймам и так далее, да, к примеру. В общем, надо нам сейчас вспомнить, знаете, историю Индии, да, вот, когда Индия была колониальной страной, да, и там, это, белые сахибы, там, ну, чуть не там, ну, в общем, знаете, чем они там занимались, да, к примеру, и вот Махат Маганди, да, там, такой, вот, такой, товарищ, такой, невзрачненький, очень такой, страшненький, можно сказать, да, там, ну, внешне, но великой духовной силы, да, он провозгласил идею такой, ну, как бы, обет неприсоединения, да, там, скажем, обет невзаимодействия, сатьяграха это называлось, да, как бы, ребята, не взаимодействовать с оккупантами, не работать на оккупантов, и они сами ткали себе ткани, да, там, ходили за солью, только, чтобы не ходить в колониальный магазин, да, как бы, то есть Индия из, вот, внешне этой оккупации, да, открытой, она избавилась, да, как бы, да, я не говорю, что там она стала независимой страной, да, потому что там финансовая оккупация, наверное, осталась, так же, как у нас, там, экономическая, да, там, идеологическая, потому что молодежь вся сейчас, видите, она, все хотят жить, как на заво, и пить кока-колу, жрать там эти наггетсы, там, ну, то есть это тоже работа проведена со всем миром, да, как бы, что образ жизни, ваш национальный, ваши традиции, ценности, это все фигня, есть ценности, деньги, золотой телец, и все, что с этим связано, да, но от оккупации внешней, по крайней мере, они освободились, да, и вот, как бы, приблизительно, если я сейчас говорю о специальной хозяйственной операции, да, это мы, жители своей страны, да, там, патриоты своего отечества, там, родины, да, к примеру, должны все свои силы посвятить, ну, кто-то, не знаю, там, допустим, там, с оружием в руках, кто-то с мотыгой в руках, там, кто-то у станка, в созданию нашей суверенной экономики, но самая большая проблема, что сейчас мир такой сложный, что раньше можно было, допустим, с молоточком и пилой, да, как бы, создать себе дом, там, да, построить, там, ну, не знаю, там, меч выковать, там, на какой-то кузнице, да, то сейчас, чтобы сделать самолет, да, и у нас его нету сейчас своего, да, допустим, ну, как бы, так, массово производства я беру, допустим, гражданскую авиацию, да, как бы, я сколько летаю, Боинга, Аэрбаса, сколько, ну, ни разу не попал ни на сухой, там, ни на что, как бы летаю на иностранных суверенциях, и я его не сделаю, да, скажем, но нам надо хотя бы в этот стол начать думать, да, я могу сделать, по крайней мере, еду, да, к примеру, я могу сделать, по крайней мере, ну, скажем, идею какую-то объединяющую, какой-то механизм взаимодействия, да, чтобы у нас, граждан Российской Федерации, которые, ну, понимают корни их где, сущность их в чем, да, смыслы в чем, да, к примеру, та же правда, если вот, ну, наша ценность, да, к примеру, они, их ложь, вот эта реклама, да, скажем, которая врет постоянно, да, к примеру, отказаться от этого, жить в правде, да, к примеру, жить в справедливости, понимать, что, допустим, если один человек голодает, да, там, дети какие-то больные, там, ну, мы не можем быть счастливыми, да, к примеру, то есть это вот наши смыслы, нас мало таких еще, наверное, или, может быть, мы, нас много, но мы друг друга не можем найти, вот ваш канал, в частности, да, допустим, помогает людям найти друг друга, объединиться, да, я уже через вас, ну, как бы, не с одним товарищем познакомился, и вас знакомлю, там, с теми людьми, которые бы могли, то есть нам нужна общая стратегия на сегодня, да, то есть это большой разговор, это очень долгий разговор, мы не можем охватить, вот, знаете, всю человеческую жизнь за одну передачу, или за 10 даже передач, да, но мы можем всем миром начать об этом, ну, говорить, да, вот приоритеты затронули, управление, да, то есть это приоритеты ведения войны и приоритеты управления, да, то есть война ведется оружием, раз, генетикой, два, да, то есть уничтожение генофонда противника через наркотики, алкоголь, табак, там, прочие наркотики, да, к примеру, еда пластмассовая, да, к примеру, это тоже война, цель войны уничтожения или порабощения противника и захвата территории, экономика более высокий приоритет, да, как бы, а что произошло в российской экономике? А давайте честно, наше правительство, которое сейчас, ну, отдельно взятые личности, там, прям, не знаю, в таких нецензурных выражениях бронят Америку, да, как бы, после того, как, допустим, ну, как бы, несколько лет назад, мы помним, насколько все наоборот было, да, к примеру, а не хотят ли они, как вот люди, занимающиеся безопасной страны, проанализировать причины, почему наша экономика, не знаю, насколько процентов принадлежит иностранцам, и почему ничего не делалось и не делается для обеспечения экономического суверенитета нашей страны, допустим, да, то есть не развиваются народные предприятия, не финансируются эти вещи, финансируются какие-то холдинги с непонятными акционерами, почему земли сельхозназначения у нас разрешено покупать иностранцев, в конечном итоге они их покупают через всякие схемы, да, то есть, ну, нету блокировок, мы говорим, Украина там полностью скупили американцы землю, а у нас не так, да, давайте честно посмотреть, что с нашей землей произошло, что происходит с нашим населением после того, как на наше сельхозназначение земли заходят эти всякие разные хозяева, ну, просто по жителям села взять, у меня эта статистика есть по Ставропольскому краю, что происходит с теми селами, где не колхоз, а ООО даже, даже вот так вот уже, да, а теперь еще посмотреть, что происходит с теми селами, где хозяин зарубежный, к примеру, да, в конечном итоге. Ну, вот, пожалуйста, это же как бы вопрос для правительства, да, к примеру, но если они на него не хотят отвечать, то это вопрос к нам, правильно, и в первую очередь к нам, если мы на него не будем сами отвечать, то мы дурачки и лохи, правильно, то есть нас за баранов держат, да, к примеру, нам шапито перед нами разыгрывается, мы это шапито смотрим, мы там только сидим, там гав-гав-гав и все, правильно, а нам надо, как бы, иметь стратегию, то есть нам нужны критерии, по которым мы оцениваем уровень своей свободы, качество нашей жизни, да, как бы, и пока у нас не будет в собственности, в нашей, да, в народной, в общей, своей средствовой информации, да, свои фабрики, свои производства, то есть как это делать, это отдельный разговор, потому что просто банальное кооперирование ни к чему так не приводит, да, то есть тут надо находить другие механизмы и возвращаться, скажем, может быть, к опыту наших предков, я вот что понял, вот у меня последняя мысль такая, вообще, как, ну, в узких кругах известен, как человек, который там за кооперацию топит, я вот что-то в последнее время понял, что хозяин должен быть, да, например, то есть вот, допустим, такая схема, что не объединять, там, скажем, всех в кооператив для принятия решения, да, к примеру, есть человек, который делом занимает, то как бы ему надо помочь, дать ему займы, да, то есть вот, скажем, общак, это вот именно что средства народные взяли и направили, сейчас Баглаев, знаете, собирает там на станок, да, к примеру, то есть Баглаев отвечает за свой Череповецкий завод, да, как бы, вот, мы ему просто денег можем собрать и послать, да, к примеру, вы отвечаете за свой канал, мы тоже можем собрать денег или дать бесплатно, или дать взаим, в крайнем случае, да, к примеру, то есть вот, может быть, это схема русского мира, да, и, может быть, Демидовы там всякие, Третьяковы так и жили, да, то есть им общак доверяли, да, как бы, типа, на, бери, занимайся, отвечай, да, как бы, ты хозяин, ну, мы тебе помогли, да, к примеру, ну, это надо пробовать, я к чему говорю, что нам надо научиться обязательно вместе трудиться. Сергей, а вот насчет денег тогда, есть такой сайт «Бастион», там у них есть своя криптовалюта, в принципе, этот сайт невозможно уронить, потому что он распределенное управление у него, то есть на каждом компьютере во всем мире, может быть, на этой основе сделать какую-то кооперацию и какой-то такой банк кооператива? Ну, это, знаете, тактические вопросы, первое, нам нужна мировоззренческая основа для объединения, я сейчас к этому подберусь, да, к примеру, я сказал то, что есть война на уровне оружия, война на уровне всяких средств, отравляющих там, наркотики, еда, война на уровне экономики, да, как бы, дальше война на уровне идеологии, посмотрите, что происходит, школы наши, да, к примеру, в свое время СОРОС, вспомните, да, к примеру, профинансировал выпуск учебников, наши друзья мои так целовали во все разные эти детали, да, к примеру, мы им отдали образование, да, как бы, их фонды писали нам законы, да, как бы, сейчас мы говорим, вот они поставили тоже, а что, как бы, что случилось-то, 25 лет назад мы их запустили к себе в огород, советники везде сидели, да, как бы, и они нашу систему образования переформатировали под их цели, да, к примеру, что с религиями происходит, мы не знаем до конца, да, к примеру, кто финансирует в конечном итоге, да, допустим, вот эти вот там, ну, скажем, конфликты на религиозной почве, да, как бы, сами там вот эти, допустим, религиозные служители, или какая-то есть еще механика, дадут финансировать, там, и так далее, да, допустим, наука, культура, да, к примеру, то есть вот туда же тоже деньги вливаются, то есть условно сидят люди, которые умеют печатать деньги, да, к примеру, и финансируют то в науке, что им надо, да, к примеру, там, алкоголь полезен, да, к примеру, холестерин вреден, масло сливочное вредно, полезно кушать очень раму там какую-то, помните, как мы там все это поупивались, с этими там маргаринами, как бы, трансжирами, нас просто пичкали трансжирами, а мы все ходили, тащились, покупали их, потому что это было круто и модно, потом, помните, зубная паста с фтором, все покупали с фтором, а потом пошла тема зубная паста без фтора, ну, как бы, мы же как дурачков у нас, у нас нету своего понятия, нету своей науки, да, как бы, у нас все это покупное, западное, да, как нам они все это представляют, то же самое в сельском хозяйстве, по технологиям, я говорю, то есть я просто вижу это изнутри, да, как бы, что у нас происходит с технологиями, они нам наваливают свои гибриды, потомство. Правильно? Мы от них зависимы. Сейчас свеклы нам не завести семян. Что мы будем делать, к примеру, или подсолнечникам? То есть идеология в широком смысле. Тут и религии, и наука, и культура, и образование. История. Вот смотрите, возьмем те периоды, когда Русь перерастала. Иван Грозный, Сталин. То есть реально население росло, территория расширялась. Причем мы никого не захватывали. Просто расширялась путем присоединенных территорий. Это самые большие наши враги их обливают, чем только они обливают, либеральные средства массовой информации, или чьи там они, они знают. Но они как раз вот этих правителей, которые по полодам, если судить, Русь приводили к Росту, они их облизывают. Ну вот. Это тоже приоритет такой, что нам внедряют, что мы, допустим, всегда пили. Патриарх недавно сказал эту фразу, что мы там 900 лет назад еще по деревьям лазили, к примеру. Это как бы задается такое у нас. Да всегда так было. Да кто мы такие? Вон древние цивилизации. А мы-то кто? Мы вон там дикие племена, скажем. А у этих диким племен лет исчислений 7000 лет, скажем, какие-то там артефакты находятся, на русском языке надписи там находятся, там бог знает где. Ну, не будем сюда залазить. Это тоже средство введения войны. И самое главное, это мировоззрение. Вот. По-хорошему, да, к примеру, все опирается в наш атеизм, в наше безверие. Вот это самая главная проблема, на мой взгляд. Если в картине мира, в мировоззрении человека возникает идея создателя, идея отца всех нас, да, скажем, который все это сотворил, то умный человек начнет думать, да, к примеру. Начнет приходить к этому создателю разумением, сердцем, да, там, душою как бы. А зачем этот отец наш создал? А любит ли он нас, да, к примеру? То есть, а почему так все в мире устроено? Ну, и если человек себе на мировоззрительском уровне ответит на вопрос, что да, есть создатель, цель его, самое главное, нас сделать создателем. Если это наш отец, то он хочет от нас получить то же, что и сам, да, то есть, а что такое создатель наш? Он независим, он никого не боится, там нету лжи у него, да, он всех любит, да, к примеру. Вот качество, которое мы должны обрести, да, к примеру. Есть эти качества у нас? Нету. Как их обрести, да, к примеру? Только через, ну, как бы, страдания по-хорошему. Другие средства, ну, как вот ребенок маленький, да, к примеру, он ведет себя плохо, да, к примеру. И отец, любящий отец, должен его заставить. Вот у меня сейчас сын, скажем, в таком периоде находится, да, как бы очень много компьютерных игр. Я, как любящий отец, ему не даю денег на образование, сейчас, чтобы он сам их заработал, да, как бы, и он считает, что я, допустим, может быть, плохой. Но я любящий отец, я знаю, что если я его сейчас буду, как бы, вот, ну, потакать его прихотям, да, его глупостям, да, к примеру, то я получу результат, ну, скажем, в 50 лет у меня есть вот мой ровестик, мой товарищ, который на шее мамы всю жизнь просидел, это деградировавшее существо, это уже человеком назвать сложно, ожиревший, тупой, как бы, спившийся, да, как бы, потому что мама в свое время потакала. И я, как любящий отец, вынужден быть злым, плохим, там, жестким, да, как бы, и то же самое с создателем, да, к примеру. Если цель нам стать честными, независимыми, разумными, да, как бы, самим создателем, да, к примеру. То есть, все человечество совместно и есть, как, ну, коллективный такой создатель, да, к примеру. Ну, вот, получается, что через вот это, через эти страдания мы к этому приходим, потому что в спокойной атмосфере ни я, ни, наверное, вы не развивались так интенсивно, как сейчас, правильно? То есть, я вот, ну, вот, буквально в пятницу проехал по нескольким колхозам, да, мы эту тему союза добросовестных производителей, специальных хозяйственных операций уже обсуждаем, уже люди понимают, что это надо делать. Давайте нашу муку, там, продавать вместе. Вот я тоже, если нас кто-то смотрит, да, вот, к примеру, обращусь к нашим слушателям, так параллельно, да, к примеру. У меня три колхозика создали хорошую мель, где-то 150 тонн в день. Да, остается большое количество трубей. Я лично и мои все знакомые не можем найти оборудование, да, как бы, для производства биоразлагаемой посуды за трубей. Она точно есть, эта посуда. Ее производят в Германии, в Польше, в Китае бы ничего не нашли. Вдруг кто-то из наших слушателей в теме, да, как бы, ну, там, контакты мои будут, электронная почта или Сергей Грошев, там, да, там, или, ну, как бы, найти меня можно брать, Сергей Грошев, кооперации, там, ВКонтакте есть, да. Ну, вдруг кто-то подскажет, где такой был здесь. Потому что это, представляете, насколько было бы хорошо не по 8,50 продавать отруби, они никому сейчас не нужны, у нас животноводство поумирало, там, ну, в большой части, да, как бы, то есть, вот, девать их некуда, да, 8,50 цена отрубей. И сделать биоразлагаемую посуду, да, как бы, те же джаганаты какие-то сети, те же, там, какие-то вкусовые, да, да, просто мы бы сами, да, у себя начали применять ее вместо пластика. Почему нет, да, вот это и есть наше хозяйствование. То есть, на мировоззренческом уровне мы должны определиться, что природа для нас мать, вот есть отец-сознатель, да, как бы, и земля-мать наша, да, и как мы можем относиться к земле, вот, раскидывать этот пластик, да, допустим. То есть, мы-то сами неразумны, ведь мы можем это сделать, да, допустим, сами. Ну, не хватает знаний, вот у нас сейчас первая проблема, надо знания, ну, сделать общим достоянием, да, как-то найти механизм, вот я сейчас что пытаюсь создать, да, к примеру, чтобы бизнесмены, те же самые, если по-западу сказать, или хозяйственники наши, да, люди дела, да, чтобы они поняли эту мысль, надо копеечку отдавать в общак на содержание науки, культуры, средств массовой информации своих, и мы это сделали, то есть, мы это уже сделали, это у нас процесс пошел, то есть, мы уже создали этот общак и в какой-то степени финансируем и поддерживали, там, каких-то людей, допустим, которые вещанием занимаются, или там кто-то в беду попал, да, как бы, у многих ребят уже эта тема есть, но мы пока не имеем ни общего замысла, ни общей единой цели, то есть, мы должны на всю планету Земля, наш, вот, русский мир, и вот эти специальные хозяйственные операции, специальные идеологические операции, специальные мировоззренческие операции, она уже началась, то есть, ну, джина из бутылки, они уже выпустили, наши, как бы, партнеры, которые нас вынуждают быть, ну, сильными, да, к примеру, вот, мы уже задумались об этом, да, как бы, и это уже не остановить, это уже ни от меня, ни от вас зависит, и это процесс, который пошел, да, объективно, то есть, мир, да, как бы, причем, ну, вот, я не знаю, слово русский, оно может быть неправильное, то есть, мир разумных людей, да, к примеру, создался, появился, то есть, разумные люди, благодаря вот интернету, благодаря средствам массовой информации, очень быстро теперь овладевают новыми знаниями, если раньше-то длилось, там, ну, не знаю, десятилетиями, да, как бы, чтобы знание циркулировало, да, как бы, кто-то там один подошел, рассказал, теперь знание циркулирует, я вчера первый раз сам масло сделал, ну, в смысле, у нас масла не было, да, как бы, были сливки, а люди масло попросили, вот, что, залез, там, ролик посмотрел, да, как бы, там, сбил на миксере масло, потом этой толкушкой от картошки, там, еще подавил, бах, у меня там полтора килограмма, ну, и полтора килограмма, что-то масло, слив. Люди все, кто попробовал в восторге. Даже и теща в восторге. Кстати уж, на что критерий мощный. Я к чему говорю, что информация уже свободно циркулирует. У нас появляется желание жить по-человечески. Не себя ставить в центр мира, к примеру. Кто я такой на фоне создателя? Есть огромный мир. Мы все в нем частички целого организма. И мы можем быть счастливыми только вместе. Это понимание, если приходит, к примеру. Нельзя быть одному. За счет других жить. Это самое главное, что произошло. Поэтому я считаю, давайте все, кто слушает нас, задумайтесь о том, какую роль вы можете принимать в специальной хозяйственной операции. Искать единомышленников. Объединяться в нашем понимании союзы добросовестных производителей. Нужна добросовестность. Совесть это, наверное, связь человека с другими людьми. И осознание заранее последствий своих действий через эту связь божественную. К примеру, что я понимаю, если я делаю вот так, вот другие люди получат то-то, то-то. К примеру, там бухаю консерванты, если я какой-нибудь сыр, к примеру, то совесть должна подсказать остановись, братка, дети будут от этого болеть всякими гадкими заболеваниями. К примеру, вот. Допустим, это произошло. Добросовестный производитель это человек, который думает обо всех. Это не яцмек, вот мы это, яцентрическое мировоззрение, я центр мира, мы их там, ну, яцмеками называем, там, что-то типа того, да, скажем. Нормальные люди, которые понимают, что не я центр мира, да, центр мира, создатель, да, богоцентрическое мировоззрение, да, как бы общество, центр мира, да, как бы община, вот люди все, всей земли люди. Вот. Если мы начнем из этой логики исходить, да, как бы в своей хозяйственной деятельности, у нас все свое появится, появится обязательно. Мы найдем механизмы, как взаимодействовать, как помогать друг другу, как делать общее дело. И мы рационализируем все, сейчас очень много энергии общество тратит на лишние перемещения, на лишние движения, кто-то что-то сделал, конкуренция. Мы, если начнем создавать единую информационную поляну, ну, вот, допустим, с Бастионом, да, надо общаться, как бы, я так, в принципе, понимаю, что я занимаюсь, ну, своим там, направлением деятельности, да, координацией между людьми, изучением, там, допустим, механизмов новой экономики, нового хозяйствования, да, скажем, кооперацией, там, той же самой, сельхозкооперацией, вот, а кто-то занимается, ну, скажем, электродвигателями, кто-то занимается сайтами, кто-то информацией, просто нам нужен единый замысел. Я вот уже в ваших передачах не раз говорил, вот, последнее, что сейчас у нас, вот, как бы, в качестве лозунга родилось, это общее дело под началом признанных ради счастья всех. Вот это под началом признанных, это я вас признаю в качестве ведущей канала, мне с вами очень комфортно, я на многих каналах выступал, мне нравится ваш подход, и мне нравится, ну, в принципе, ваши коллеги, ваши там знакомые, не все, конечно, как бы, то есть мне есть, ну, скажем, мне здесь нравится, но я, как бы, с кем-то не согласен, да, как бы, в понимании мира, но, тем не менее, я понимаю, что мы идем к общей цели. То есть ваша цель, моя цель это счастье всех. И Россия, чтобы была великая, и чтобы не только Россия за счет других стран. В принципе, на всем мире надо сделать нормальный, хороший мир, чтобы мы были землянами, чтобы мы спокойно могли сесть на самолет или, не знаю, на более совершенное что-то. Полететь в Японию, встретиться с братьями нашими, да, японскими. Полететь в Америку с нашими американскими братьями. Люди везде одинаковые. Просто вот эта вот идея глобальной вот этой мафии, что обозвать этих одним словом, этих другим словом, всех нормальных людей под одну гребенку, под ненормальных записать. Да, на Украине есть националисты. Да, там есть фашисты. Сколько их, к примеру? Сколько в процентном отношении? И что они бы без этой мафии глобально обидели? И у нас есть фашисты, правильно? И националисты есть. Ну тоже сколько их? В моем окружении ни одного лично я не знаю. Фашиста, который сказал, что надо уничтожать тех или этих. Мы на Северном Кавказе живем. У нас вообще тут ну как бы, ну не знаю, там десятки, если сотни национальностей. Никогда не было национального вопроса ходить с кем-то, разбираться по этому признаку. К примеру. Это все те люди, которые держат власть, они себя посчитали наместниками Бога на земле, только себя не посчитали, все остальные они это право отбирают, а мы от этого права считать отказались, мы сами виноваты, поэтому если мы хотим вернуться, скажем, к счастью, к разумности, ну, надо начинать с того, что как бы осмысливать, как мир устроен, создавать сообщество, заниматься делом, вот мы вчера помидорчики собрали, ну, то есть у нас уже теплички там есть какие-то, не мои вообще, то есть я там не хозяин, другие хозяева, ну, как бы, а у нас столовая, допустим, там, да, я опять же не хозяин, да, скажем, там, ну, вот сок люди делают, то есть уже получается, что как бы не важно чье вообще, главная связи между нами, этот человек порядочный, этот порядочный, все, мы пьем сок кооператива Арсенал, да, как бы яблочный хороший, ну, отправлю все, обещаю, как бы никак не соберут рысок, вот, и потихонечку, да, скажем, мы сделаем общий, как бы, логотип, там, бренд, ну, идея, да, вот как бы сейчас идея такая, специальная хозяйственная операция, это открытость информации о производителе, кто хозяин, да, к примеру, о лицах, о качестве, о технологиях производства, о себестоимости производства, да, скажем, пожалуйста, о поставщиках, что нам скрывать, то есть вот ни один из моих производителей муки, там, не знаю, бар, да, что мне скрывать, что мне вот эту нищету свою, стык на кого-то показать, ну, в смысле, сколько я на этом зарабатываю, да, или из чего это делаю, из чек сок делают из яблок, что ему скрывать, а вот наши вот эти вот партнеры, да, к примеру, вот им есть что скрывать, да, как бы из чего они там сыр свой делают, там, своих вот этих огромных предприятиях, что-нибудь там в сигаретки кладут. Наверное, также вы на своей продукции не пишете таким мелким шрифтом, чтобы не было видно, что вообще там присутствует. Знаете, я так понимаю, уже людям не важно, что мы пишем на продукции, важно, кто за это отвечает. Если я отвечаю за столовую, или там, допустим, Эль Геннадьевич отвечает за муку, ну, понимаете, это раз. А насчет продукции мы будем писать не просто состав, а в процентном отношении. Мы тоже делаем. Допустим, если я сделал котлету, и она весит 100 грамм, то в ней, допустим, 70 грамм курицы, 20 грамм лука, 10 грамм масла. Ну, понимаете, не просто состав. Тушенку мы делали. Но не могу я взять тушенку за 100 рублей, к примеру, банку. Потому что банка 40 стоит, к примеру, за купца. Если кто-то скажет, что это дорого, пусть подскажет. Ну, 30 она стоит. Пусть подскажет, где взять дешевле. Мы хотим открыть полностью, сделать систему, где бы все хозяева. Вы и я, мы вместе сделали, допустим, тушенку, если там говядина. Идите, к примеру. Вот говядину сейчас могу купить по 550 рублей. Ну, вот такая цена, к примеру. И 400 грамм на банку мы кладем или 300, не помню сколько. Ну, как бы, то есть, это все можно открыть и показать. И сколько человек зарабатывает с этой банки, допустим. То есть, тогда, ну, легче будет наши продукты продвигать. Потому что с чем проблема, к примеру? У них там какие-то химзаводы, они такие вкусы научились создавать, да, там, как бы химию. Это же ты берешь, кушаешь какую-то их печеньку, да, вообще бомба. Ну, что в ней, да, как бы. И цель какая в конечном итоге? Если они нас ракетами долбят, да, как бы, почему мы решили, что вот этих напитками или котлетками их, или там сырком их, да, как бы, они нас не долбят. Почему мы так решили, что эти люди, которые на нас кидают бомбы, да, к примеру, они-то в конечном итоге все это. Люди, которые 30 лет там накачивали через средства массовой информации, людей, чтобы они с нами воевали, да, кто не скачет, то и москаль, да, к примеру. Что эти же люди нас кормят нормальной котлеткой и наших детей поят нормальными напитками и продают им нормальные вейпы. Вот, кстати, мои знакомые хорошие друзья даже так проводят уроки трезвости, да, это тоже хорошая тема, прямо я вот, ну, сейчас тоже договорился с несколькими колхозами, проведем у себя уроки трезвости. И оборудуют классы базарного, да, скажем, то есть это тоже раздельное обучение мальчиков и девочек, конторки динамические там. Ну, то есть есть люди, которые уже занимаются делом. Их много, просто их не видно, да, потому что, получается, наши каналы набирают, там, ну, их и занижают, закрутят, да, ну, я беру хороших людей, которых я речи знаю, у них там по 20 просмотров, по 300 просмотров, да, к примеру, да. Надо нам обмениваться знаниями, да, то есть хороших людей вытаскивать, эти знания вытаскивать, проверять эти знания на практике, да, то есть вот мы создаем структуру, да, тот же обхоз, это что такое? Это берем все хорошие знания с нашей точки зрения, на практике обкатываем, да, допустим, те же там биопрепараты. Один, второй, третий посмотрели по урожайности, по плодам, что лучше, да, к примеру. Но еще раз, да, к примеру, уже если, к примеру, мы россияне, да, мы жители этой территории, мы, в принципе, друг к другу заинтересованы, да, то есть это уже априори так, да, как бы лучше у своего купить, чем у чужого, зарубежного, заморского, да, к примеру. Вот нам, ну, нам, вернее, как, получается, нашим, ну, геополитическим партнерам, или как их там назвать, да, к примеру, удалось нас убедить, что западное лучшее, да, к примеру, ну, и, как бы, на самом-то деле западное много чего лучшее, правильно? То есть если у нас нет своего магнитофона, автомобиля, да, как бы, то есть, ну, да, они нам это, то есть они, получается, через это к нам зашли, убедили нас в том, что, как бы, мы сами никто, мы ничего не умеем, мы ни на что не годны, да, и мы, ну, стали рабами, считайте, да, скажем так, что рабами вот этой системы. Мы рабски зависим от их технологий, рабски зависим от их, там, не знаю, средств массовой информации, да, там, и от всего. Ну, устраивает ли нас такая ситуация? Меня лично нет, да, как бы, то есть я не хотел бы быть свободным человеком, то есть я хотел бы иметь свою энергию, свои средства массовой информации, свои в каком плане? Те люди, которые разделяют мои мироназренческие ценности, да, которые берут на себя ответственность, не врут, отвечают, там, за взятые на себя обязательства, делают добрые дела, да, к примеру, честно делают добрые дела, там, и, ну, помогают, то есть это все, вот, как бы, описано уже в какой-то степени, да, там, уже это, как бы, обкатано. Я думаю, что именно такие люди вас и окружают, потому что каждый человек притягивает то, что он сам излучает. Да, ну, нам, видите, нужно, говорю, сейчас вернуться к общему замыслу, да, то есть, допустим, исходить из самого пессимистического сценария. Россия была захвачена экономически, идеологически, не будем трогать политику, да, как бы, там, бог его знает, мы не знаем, что там люди, кому они принадлежат, чьи они там и так далее, но то, что экономика России захвачена, да, в очень большой степени я могу подтвердить, да, как бы, если возникнет вопрос у кого-то, а так ли это, да, давайте посмотрим собственников наших ключевых предприятий, да, сельскохозяйственных, промышленных, энергетических, да, как бы, просто, ну, этот же вопрос имеем мы право задать, да, к примеру, тем более, что если идет война, если представить, что в 42-м году каким-нибудь черябинским тракторным заводом владеет, ну, какой-нибудь немецкий собственник, да, как бы, ну, нормальное бы это было, да, как бы сейчас, а если уже американцы, там, не знаю, англичане, немцы поставляют оружие, массовое уничтожение воюющей стороне, да, к примеру, как на это смотреть? Газ мы туда продолжаем поставлять, на чьих ГСМ ездят танки и бронетехника Украины, на чьих ГСМ, откуда они берут их? В Румынии, откуда их берет Румыния? Ну, вот просто такие вопросы, надо задать, да, как бы, это, или это, ну, как бы, вариант один, предательство, или глупость, или, скажем, ну, как бы, безвыходная ситуация, потому что по-другому в этой ситуации сделать никто не может, да, по-другому еще хуже, да, к примеру, вот, допустим, такой вариант, посмотреть, если кто-то сейчас из наших, там, политиков, да, этот вопрос поднимет, да, к примеру, будет еще хуже, нам отключат, допустим, электричество в всей стране, ну, к примеру, да, как бы, что мы сделаем, если там отключится электричество, да, вот что мы сделаем, что мы можем сделать в этом случае, да? Сергей, именно тогда, наверное, мы что-то и сделаем. Ну, уже будет поздно, вот, честно, будет поздно, но и опять, смотрите, давайте так все-таки, давайте вернемся к теме такой, что есть создатель, он нас любит, его задача не уничтожить своих детей, его задача своих детей сделать взрослыми, вот что и наступило, человечество взрослеет, мы уже такие игрушки научились выдумывать, которые можно всех попереубивать, да, как бы. Но теперь, может быть, мозги у нас появятся, что, ребята, что нам надо на самом деле? Вот если задуматься, большинству землян что надо? Чистая хорошая вода и чистый воздух, еда, хороший дом, хороший там автомобиль, возможность отвезти детей в детский сад, в школу, возможность попутешествовать, отдохнуть. Что? Человечество не в состоянии каждому из 8 миллиардов это дать? При современных технологиях, да, не в состоянии. Давайте откажемся от этих глупостей, от пластмассовой тары, единоразовой, вернемся к стеклянной таре, вернемся к тому, что в каждом маленьком селе будет опять, мол, заводик свой, да, как бы будет колбасный цех, там будет тепличка, да, к примеру, и не надо будет везти сюда из Ирана огурцы или из Китая, и в Китай воду везти от нас. Вот у нас сейчас воду отсюда, да, как бы китайцы хотели отсюда возить в Китай воду. Вы представляете, сколько человечество тратит ресурсов на создание пластиковой бутылки 19-литровой, погрузки ее в автомобили, погрузки в ЖД-вагоны через 8 тысяч километров до везти, чтобы китайцы пили эту воду, потому что они свою там загадили, да, получается. Ну, то есть это человечество, это разумные люди. Ну, вот давайте создадим какой-то орган, пусть это будет, не знаю, типа, знаете, ну, как дурачки шутят и веселятся, да, создадим орган по управлению планеты Земля разумной, да, совет разумных, совет-то мудрейших. Просто сядем хотя бы в первом приближении, придумаем, вот если бы мы с вами, да, к примеру, были у власти, да, как бы у нас были бы ресурсы, и люди, с которыми мы общаемся, слушали бы нас и выполняли, ну, как бы наши предложения, как бы мы сделали? Ну, вот согласитесь, что, допустим, кушать помидоры выращенные где-нибудь там, не знаю, там, ну, даже в Азербайджане, да, как бы в Ставропольском крае, да, как бы армянский тархун мы кушаем, потому что у нас тархуна нет, он 4 тысячи рублей килограмм стоил одно время, потому что самолеты не летали из-за мнения, ну, нормально, это мы умные, разумные люди, да, к примеру, почему у нас не получается? Ну, ладно, нам мешают, да, к примеру, это одно, но вопрос какой, ну, давайте учтем этот фактор, да, нам мешают, да, к примеру, ну, что мы можем сделать? Я могу тархун вырастить подпольно, да, к примеру, если там, ну, кто мне запретит, то вырастить. Действовать, как партизаны. Вот, ну, это надо, давайте сходить из худшего сценария, да, к примеру, но на самом деле это нас и подталкивает к созданию того, чего бы мы никогда не сделали в спокойное время, правильно? Вот, ну, вот так вот, да, то есть отец поставил задание, там, не знаю, к 50, к 70 годам человек должен стать творцом, да, к примеру, не успеваем стать творцом к этому возрасту, умираем, да, к примеру, ну, тогда давайте, ребята, подтолкнем вас, подхлестнем, то есть вы должны создать новую модель жизни на Земле. Эта модель подразумевает локальную энергетику, производство почти всего, что нужно в локальной территории. Это нормально, смотрите, лазер, станок с ЧПУ, 3D-печать, да, к примеру, мы можем сделать из отрубей посуду, мы можем взять из крахмала биоразлагаемый пластик, мы можем пластик сейчас сделать биоразлагаемый, практически все, любой природный полимер можно превратить в пластик, не из нефти, а из того, что здесь у тебя под носом растет, да, к примеру. Соответственно, понимаете, как бы, что происходит? Вот эти все трубы, Гуренгой, Помары, Ужгород, да, вот эта вся мафия, да, как бы, она не у дела остается, но давайте сделаем механизм и это учтем, чтобы эти люди стали и здесь нужны, чтобы они получили то, что им надо, да, к примеру. То есть, ну, вот, надо сесть и, как бы, смоделировать ситуацию, что за 8 миллиардов человек какие-то умные люди подумали бы, что из этих 8 миллиардов, кто из себя что представляет, кто что хочет, кто что может взять, у кого какие ресурсы, да, допустим. Да, у них сейчас деньги, да, у них там, ну, нефть в их руках, но они-то тоже понимают, что происходит катастрофа. Люди не хотят работать, они не знают, как уже заставить за деньги работать. То есть, они все больше и больше денег дают, в качестве зарплаты, да, там, программистам они платят миллионы, там, не знаю, там, чиновникам миллионы. Эти люди покупают пластиковые бутылочки и выкидывают, рожают детей, дети поглазают, а это глобальное управление, куда дальше ехать? Ну, сокращать население, получается, да, как бы. А население не хочет сокращаться, и им тяжело. То есть, они, может быть, ждут, что кто-нибудь из нас что-нибудь придумает и даже сделает. Вот, как бы, придумает, а ладно, придумано давно уже. Иисус Христос, и Магомед, и Будда рассказали, как жить, да, к примеру. И не нужно нам столько материальных благ-то, на самом деле, да, как бы обложились вот этой всей, ну, дрянью, и живем несчастными, да, как бы, не можем выйти, представляете, какую радость выйти в поле, да, там, сорвать цветочек, с детьми сесть на лужайке, да мы вот это вот реклись ради того, чтобы надо новый телевизор купить, который смотреть некогда. Вот. То есть, ну, все вместе, мы, думаю, решим эту проблему. То есть, самое главное, каждый, чтобы задумался о модели счастливой жизни, так, чтобы ты был счастлив, не мешая другим, да, к примеру. Сергей, да, давайте, наверное, на этом моменте мы сегодня остановимся, чтобы наши зрители действительно подумали, в каком мире они сами хотят жить. Я тут на днях прочла, оказывается, человечество, любой человек, в нем гораздо больше добра изначально заложено, чем зла. И вот, также я знаю, здесь недавно информация прошла, что все вот эти вот, кто нами правит, оказывается, над их мозгами немножко поработали какими-то электродами и так далее, и так далее. То есть, активировали определенные области мозга, увеличили способность мыслить на какие-то там безумные проценты. Но факт в том, что ни мораль, ни нравственность им не привили. То есть, они, как вот говорится в писаниях, умны назло, но добра делать не умеют. Спасибо, Сергей. Лев Николаевич Толстой написал, ведь ежели люди там злые и порочные объединяются и имеют силу, то почему бы людям честным не сделать то же самое? Или людям добрым, да, как бы, ну вот, да, вот схема, давайте объединяться, но только, опять же, понимать, ради чего и на каких принципах, да, скажем. Ну и делать, вот еще. Хорошо, это спасибо большое. Я думаю, продолжим разговор о механизмах объединения, о механизмах управления, целеполагания. Тут очень много чего. Да, в своем инвестиционном центре. Спасибо, Сергей. Счастливо.